Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Хотела вам рассказать о вербейнике Манечетом. Ранее я вам рассказывала о том, что я приобрела один кустик в магазине вербейника Манечетого за чуть больше 400 рублей. Смогла поделить на 4 кашпо. Сейчас оно у меня находится в состоянии, допустим, вот это вот, смотрите, не некое идет отмирание, но нарастание новых побегов. То есть это как бы естественные процессы. Покажу вот на этом кустике. Этот кустик более лучше заформированный. Здесь я просто вот именно вот в этих вот пожалела убрать лишнее. Ну, скажем так, не то, чтобы пожалела, а некий страх того, что просто не смогу сохранить. Ну и так, приступим. Поделила я на 4 части. Увидела быстрый рост, интересную структуру листвы. К чему я веду? К его размножению. Размножение не делением куста, а размножение черенками. Черенкуется он достаточно просто по причине того, что давайте вот спустимся, я вам покажу. У него воздушные корни. Сейчас я вам покажу поближе, чтобы вы увидели. Так, сейчас камера настроится. Вот они, воздушные корни. И при этом вот это вот, вот такие вот корни, вот, 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 хорошо видно. Такие воздушные корни на протяжении всей вот этой вот ляности. Сейчас вот покажу вам. Вот они. Вот сейчас отлично видно. То есть вот они, воздушные корни. То есть по сути мы отрываем отвод, сажаем в отдельный стаканчик, горшочек, что там у вас есть. Можно даже без активатора. Я сажала без активатора, принялась великолепно. Я вам сейчас обязательно покажу. К чему я веду, что стоимость его в 400 рублей, я считаю, это неоправданно завышенной. По причине того, что размножается он. Ну, конечно, не как вербена. Но все же, вот они, корни висят. То есть они висят по всей, вот их видно, вот они, по всей длине ветви. То есть размножение ведет великолепным образом. Еще вот эти вот, это старые, именно вот от того самого начального, по сути, как бы можно было это убрать, куста. Но я не стала убирать. И видите, как бы хорошо, что не стала. Вот они, корни идут. Можно, если вы, допустим, боитесь, ну, как бы один из способов, я так многие растения делаю. Ставлю кашпу на стол, рядом подставляю стаканчики на уровне, так, чтобы можно было посадить, опустить корневую в землю. Ну, и жду, пока в стаканчике не начнет развиваться корневая. И только после этого отрезаю растение, делаю его самостоятельным. А так он получается и корни развивает, и от маточника питается. То есть я его от маточника не отделяю. А так я делаю дихондру серебряную. Ну, потому что с ней достаточно тяжело. Она достаточно привередлива в черенковании. А в итоге я считаю, что 400 рублей для данного растения это будет дороговато. Допустим, вот та же самая Диплодения Мандевила. С ней достаточно тяжело в плане укоренения. Нужно попасть в нужную, не знаю, фазу луны или что. Она очень достаточно привередливая дама. А вербеник, я считаю, что завышенная цена. Стоимость его должна быть не более 100 рублей. Это будет замечательно оправдывать весь труд. Ну, учитывать, конечно, тот момент, я тоже понимаю прекрасно. Продавцы, аренды, все остальное. Плюс это же они не сами делают, а перекупают. Но цена сильно была завышена. Ну, в итоге я вам показала о том, что можно легко достаточно его поделить. Не только от маточника, то есть выдергивая из кашпо, но вот, пожалуйста, черенками. При этом черенками. Черенок, это вот, допустим, мы оторвали, вот он без корня, без ничего. Это черенок. А это уже, скажем так, рассады не назовем, потому что все-таки это корень воздушный. У него нет еще вот именно вот такого развития. Но все-таки задатки корней уже есть. Тут плоховато видно. Факт в том, что вот если присмотреться, он весь-весь-весь вот в этих вот воздушных корнях. Давайте пойдемте посмотрим на мои черенки. Если вы не против, я не буду камеру выключать. Заодно вот посмотрим. Вот она моя петуня, звездное небо, начинает потихонечку обрастать. Вид у нее, конечно, был буквально пару недель назад жуткий. Самое главное, не переливайте. Это как бы мимоходом. Идем, расскажем. Вот газание ампельное разрастается. Львина зефа ампельный. Просто красавица. Ну, давайте перейдем уже. Мы подошли. Вот у нас уже укоренившиеся черенки. И я их уже заформировала. Что такое заформировала? Это, сейчас вам покажу. Отрезала. Вот он был в одну длинную стебель. То есть я его обрезала. Вот они пошли боковые. То есть сами видите, что они практически все разветвлены. И формируют красивый плотный шарик. Это у меня череночки уже укоренившиеся. Укореняются. Да стандартно он укореняется. Все около месяца. Для того, чтобы увидеть рост наземной части. Вот они, видите, корни. Я при этом укоренялась без какого-либо укоренителя. Можно было, но, скажем так, я не стала. Я с этих укоренившихся черенков сняла еще черенки. Тоже их посадила. Посмотрим, что они покажут. Вот они, смотрите, видите, из-под земли, скажем так, идет. То есть вот он обрез, и вот он пошел. Тоже, видите, все замечательно. Но обязательно формируем. Либо это будет совсем неинтересно. В плане того, что тяжеловато ему будет разветвляться. Создавать вот именно такой вот шар. То есть нам нужно немножечко помогать растению. Создавать желаемый для нас объем. Назовем это так. То есть вот сейчас эти деточки тоже подрастут. И я их еще раз обстригу. Можете, если вам не нужны черенки. Можно не достигать, допустим, сантиметра 8-9. Ведь можно это сделать раньше. Вот, допустим, он будет сантиметров 4. Можно будет прищипнуть. Я же все-таки еще пока не добилась того объема. Поэтому я пока буду немножечко тянуть. Смотрится очень интересно. Для чего я буду их использовать? Вербейник я буду использовать для компаньонов. Он у меня будет компаньоном. Я его буду сажать в самые различные кашпо. В вегетативную петунию он у меня пойдет. Может быть, в калибрхуа. Посмотрю еще, может быть, в какие-либо другие растения. Может быть, даже в бакопу, в львиный зев. То есть буду делать дополнительный объем именно вертикального озеленения. Потому что сами, если вы знаете немножко о нем, то он достигает метра-то точно. Так что вот такой вот у меня результат по вербейнику монетчатому. Эта культура является несложной. Достаточно податливой. Сказать, что простой не могу. Каждый имеет свою особенность. Не любит сильного пересушивания. То, что я вижу, что могу сказать. То есть лучше, конечно, слегка увлажнять. На этом все, что я знаю о нем и рассказала. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.